Нас предали, Россию предали, предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей, все там, дети там, все там. Расстрел не ниже, суда на передовую, имущество забрать, всех родственников на войну, государственную думу на войну, всех на войну. И война, я думаю, через месяц закончится. А так у нас перевоспитывают отказников. О, просыпаемся. Дайте воду. Какая мы вода? Терпи. У тебя еще 4 дня. Каждый отказ 2 дня. Думай, думай. Если задание откатываешься назад, то тебе выписывается красная карточка, то это 200. Либо камикадзе могут убьют, либо застрелят. Да, говорили по рации, и хотя бы чтобы воду даже принесли. Воды даже не было, мы около 15 дней даже воду не пили. Здесь бойцы наши лежат. Столько бойцов раненых, что мест нет. Сейчас поселили в морге. Это помещение, морга старая. Холодно очень. Там еще и в коридоре много парней лежит. Пофигу все. Всем пофигу. Они так говорят, если ты сможешь сам выйти, выходи. А так тебя никто не будет вытаскивать. Ну мы не хотели, но вы же сами на это дело залезли. Хочешь деньги заработать? Приезжай, мы рады. Платить будем. Даже там тебе обеспечим условия для жизни. Ну что, ребят, никто не может победить Россию. Ни на поле боли, ни на стратегии, нигде. Власти, где вы есть? Где находитесь? Где находитесь? Почему ситуация не меняется? Все тута. Это хорошо, потому что все проявляют интерес к развитию своего бизнеса на Дальнем Востоке. Да, только нужно помнить о том, что Путин послал преступников совершать дальнейшие преступления. Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях. Произошло предательство, никто не предупредил. Структуры, власть, чиновники, администрация не предупредили, сами сбежали. В итоге обман и ложь. По бумагам, по телевидению, по прессе война уже закончилась. Но война идет, месяц войны. Люди остались без крови, без жилья. Которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают. Забрать во всех этих Герасимов, Иванова, Петрова, Сидоров, Шойгу. Все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали. Слышите, идут обстрелы. Идет война. Настоящая, полноценная. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Потом, как Путин надежно защищает всех граждан своих, знает весь мир. Нас предали, бросили народ власти, где вы есть. Курскую область сдают. Об этом твердят разъяренные и брошенные куряне. Людям кинули подачку по 10 тысяч. Как на это можно прожить? Вы увидите в этом блоге, как путинские солдаты говорят о зверствах, которые над ними совершают их командир. Там он, как пес, просидел 10 дней. Только потом его и остальных из группы смертников отправили на мясо. Командир с позывным механик. В результате группа попала под шквальный огонь украинских воинов. Выжила лишь он, Соловьев. И он расскажет об этом в этом блоге. Раненых оккупантов на России приучают к моргам, друзья. Мест в госпиталях нет, поэтому получивших ранение россиян заботливо размещают там, где им и место, в старых помещениях морга. И если ты в процессе задания откатываешься назад, то ты записываешь красная карточка. А это 200. Тебя списывают, тебя сдают. Путин сказал, что ему плевать на Курскую область, потому что первоочередной целью российской армии является именно освобождение Донбасса. Ну, а на Курскую область ему плевать. В этот момент на видео мы покажем вам в этом блоге. Путинский солдат грабит магазин детской одежды в Курской области. Друзья, я Дарья Счастливая. Это мой YouTube-канал Даш Счастливая. У нас уже больше 300 тысяч, мы дверемся к полумиллионам. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал Даш Счастливая. Поставьте комментарий, откуда вы нас смотрите, из какого города, из какой страны. Я очень внимательно читаю все комментарии. Поставьте колокольчик, мы начинаем, друзья. Ну, а начнем мы с того, что сегодня месяц Курской операции в ИСУ. За это время мы узнали, что Суджа, украинский город и первая столица УССР, что легендарные лапти Аладина всех победили, что самый быстрый спортсмен в мире – это не Усейн Болт, а любой кадыровец, что в Курской области простые жители разговаривают по-украински, ну а Путину, как и большинству россиян, плевать на жителей Курской области. И впервые в истории, друзья, неядерное государство Украина пошло на территорию страны с ядерным оружием. Друзья, месяц Курской операции в ИСУ. Я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели видео о том, как на сегодняшний момент путинских солдат над ними издеваются, зверствуют, и я думаю, что это видео не оставит равнодушным никого. Вот она, расистская режим, расистская страна, ужасающих в своих проявлениях. Вот что происходит с отказниками. Я не хочу это комментировать, я прошу вас в комментариях откомментировать эту ситуацию, даю вам возможность высказаться о том, что вы думаете об этом. Еще одно видео, знаете, как говорится, без купюр. Мы показываем вам самих россиян, которые сами за себя и говорят. Если в процессе задания ты откатываешься назад, то ты записываешь красная карточка, а это 200. В полон вооруженной силы Украины попал оккупант из штурмового отряда штрафников. Сергей Юрьевич Верхушин. Все, что он говорит, это какое скотское отношение у командиров к ним, к солдатам. Они их уничтожают, убивают. Вы видели в шапке этого блога, что у них не было ни воды, ни еды. Их просто бросают на смерть, им плевать. Ну, по сути, называется это пушечное мясо. Смотрим без купюр. Если ты сможешь сам выйти, выходи, а так тебя никто не будет вытаскивать. Угрожали ли не судебными расправим командиры своим военнослужащим? Если задание откатываешься назад, то тебе выписывается красная карточка, то это 200 либо камикад саму убьют, либо застрелят. Это буквально приведется исполнение где-то в расположении? Нет, это по пути назад. А кто застрелит? Ну, командование, кто-то не знаю. Это по рации были? Я знаю, по рации карточки. Прямо говорили, по рации красная карточка, а это все труб. Россия убивает свои же. Друзья, это сложно понять тем, на кого Россия не напала. Украина прекрасно понимает, что собой являет расистский режим. Мы потом на конфронтации посмотрим заявление Путина о том, как он любит свое население, конечно же, вот так вот. А теперь про любовь Путина к населению и вообще к своим солдатам, к своей армии. Раненых оккупантов на территории России приучают к моргам. Мест в госпиталях нет, поэтому получивших ранения россиян заботливо размещают там, где им и место, в странах, в старых помещениях морга. Здесь созданы абсолютно все условия, чтобы умереть, чтобы подумать о вечном. Холод, отсутствие нормального лечения и питания. Зато не нужно переживать об ипотеке, из-за которой пошел убивать мирных жителей Украины. Еще немного, по сути, и деревянный макинтош станет вечной формой и главной недвижимостью. Давайте посмотрим реалии. Столько бойцов раненых, что мест нет. Сейчас вот поселили нас в морге, говорит женщина. Смотрим. У нас сейчас время 3 час, 9 минут 3. Это вот списки пишем. Это мое рабочее место. Здесь иногда прилечь можно, когда получаются журналы. Вот, ведем. А здесь бойцы наши лежат. С продуктами, конечно, беда. К счастью, у сотрудницы на участке яблоки, кто собирает, приносит. Да, столько бойцов раненых, что мест нет. Сейчас поселили в морге. Это помещение морга старое. Холодно очень. Там еще и в коридоре много парней лежит. Обещают, конечно, переселить, но очень давно обещают. Боже, куда-то из морга-то могут переселить. Обратно в морг только потом, да? Переселить. Так что пока неизвестно, что и когда. И с питанием и с медикаментами тоже обещают давно. Но пока так, своими силами. А силы-то на исходе. Пока так, своими силами. Через некоторое время выжившие российские оккупанты покинут морг, чтобы вскоре опять вернуться сюда уже с Беркой на ступне. Еще один очень показательный материал к вопросу о бандитах. Путин постоянно говорит, что вот бандиты, бандиты в Курской области. Конечно, он же имеет в виду свою фашистскую армию. Значит, подлинный бандит – это насильники и грабители. Это путинская армия. Вот сейчас посмотрим видео, на котором путинский солдат грабит магазин детской одежды. Вспомним, в общем, с вами, как это все происходит без купер. Вы же понимаете, что мародерство у расиста – это в крови. Да, и таких видео огромное количество, на которых, понимаете, вот их показывать, можно сотнями, да, я миллион блогов могу на эту тему сделать. Я просто хочу, чтобы вы понимали, друзья, этот блог основан только на видео. На видеофактах и на заявлениях самих россиян. Вы просто смотрите это и делаете выводы. Ну а теперь нас предали, бросили народ, власти где вы есть. Курская область сдают, людям кинули подачку по 10 тысяч. Как на этом можно прожить? Житель Курской области в отчаянии обратился к Путину и рассказал о реальной ситуации в регионе. Его рассказ как-то не соответствует утверждениям федеральных каналов о том, что ситуация под контролем. День Курской области, Рыльский район, 03 сентября 2024 года. Уже вот через два дня будет месяц, как идет война в Курской области. Противник захватил рубежи Курской области, границу России. Но на сегодняшний момент, помните, Герасим объявил, что президенту Путину Владимиру Владимировичу, начальник штаба вооруженных сил, что группа ДРГ в количестве 300 человек прошла границу. Мы через два дня ее выдавим, все будет нормально. Но прошел месяц, результата никакого нет. Совершенно. Враг укрепляется, враг идет дальше, уже в Александровке враг, идут бои в Александровке, это 30 километров границы. Идет, пытается прорваться, перекрыть Курск, Рыльский, трассу и на атомную станцию. Беда и проблема. Когда это началось, все предупреждали, все структуры предупреждали, мы предупреждали структуры, все, что, уважаемые, идет накопление сил. Все это знали. Герасим, вооруженные силы он возглавляет на штаб, но результата никакого не было. В итоге враг коварно напал нашу страну и продолжает нападать на нас. Люди, которые сбежали, Корневский, Суджанский район, Беловский район, Лужковский, Теткина, они сбежали. Некоторые, значит, извиняюсь, в нижнем белье. Произошло предательство, никто не предупредил. Структуры, власть, чиновники, администрация не предупредили, сами сбежали. Вот Корневский район там какая-то, сейчас выдали им, значит, всем главным. Идут прием курские жители, которые, значит, эвакуировались. Они тут не работали. Как они могут вести там прием? Идут обстрелы. Вот мы приехали, возможность была до 10 километров от Корнева. По бумагам, по телевидению, которые работают на англосаксах, на американцах, показывают эти сюжеты наигранные, с какими-то людьми непонятными. В итоге обман и ложь. По бумагам, по телевидению, по прессе война уже закончилась. Но война идет месяц войны, месяц. Люди остались без крови, без жилья. Да, какую-то помощь гуманитарную изначально там Курске по районам выдавали. Сейчас прекратили выдавать раз в полмесяца, раз в месяц. А как прожить банка тушенки, консервы, килограмм какой-то, крупы или чего-то, масло, пол-литровое. Ну, как прожить литровая баночка маслицы? Как прожить людям на эту, ну, зарплату какую-то они не получают, да, говорит, мы будем две трети платить вам, да. Плюс какая-то помощь 10 тысяч, 15 тысяч тоже не получают. Отказывают большинству. Это Кочунцев, как можно прожить на 10 тысяч людям, которые остались без крова, без всего. Забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петров, Сидоров, Шойгу. Все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали, пострадали. Слышите, идут обстрелы, идет война, настоящая полноценная война. Нас предали, Россию предали, предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей. Все там, дети там, все там. Они нас предали. Предали Россию. Расстрел не ниже, сюда на передовую, имущество забрать. Всех родственников на войну, государственную думу на войну, всех на войну. И война, я думаю, через месяц закончится. А так страдают жители. А Путин где? А где Путин? За тысячи километров от этого мужчины. У него ж экономический форум восточный. Он, конечно, в Курсковоц не приедет. Пофигу все. Всем пофигу. Ну, власти, где вы есть, где находитесь? Где находитесь? А Путин знает. А Путин говорит, тут-то, тут-то мы находимся. Но это хорошо, потому что все проявляют интерес к развитию своего бизнеса на Дальнем Востоке. Где Путин? А Путин на Дальнем Востоке, друзья. И Путину плевать на вот этого вот мужчину. Почему людям не объясняете? Как вести? Вы же знали, что надо эвакуации. Но не эвакуировали. Общаясь с людьми, которые прошли это все, с сутжанцами, это там вообще кочунство. Ну, а, конечно же, Путин готов ответить этому мужчине из Курской области. Он, конечно, внимает всем. Он очень чувствителен, в кавычках. Вот ответ его, в принципе. В этих вопросах прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Ну, и вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И второе, и самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот. Я просто хочу, чтобы вы сейчас поняли. Когда этот расист в Курской области рассказывал, что их всех предали, он хотел, чтобы, по сути, Путин, да, вот уже целый месяц вооруженные силы Украины контролируют Курскую область, чтобы Путин освободил Курскую область для него. А Путин назвал первоочередной целью армии захват Донбасса, а не освобождение Курской области. То есть, по сути своей, Путину абсолютно плевать на этого Куряна, на жителя Курской области. Ему все равно. Ему самое главное – это вот. Самая главная цель – захватить Донбасс. Самая главная цель его жизни – захватить Украину. Вот эти приграничные районы с нами, свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях. А наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных, позавчера только. Например, группировка «Восток» прямо в один удар, треугольник захватила 7 на 5 километров. Очень успешно действует группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении. Там тоже исчисляется уже приобретение не сотнями метров, а квадратными километрами – 4 на 5, 3 на 5 и так далее. Это вот второе и, наконец, не нежное. Противник несет очень большие потери, очень большие потери и в живой силе, и в технике. Сейчас не буду и перечислять, Министерство обороны дает эти данные. Я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. Друзья, все, что мы понимаем о том, что говорит Путин, что Путин не интересует его ни Брянская, ни Белгородская, ни Курская область, ни массовая эвакуация населения, ни ковровой бомбардировки, ни ракетные обстрелы, ни обстрелы городов. Его это вообще не интересует. Его интересует только захват Украины, захват Донбасса. Это самое для Путина важное. Фундаментально ему плевать на людей, и для него цель СВО – это захватить Украину. Поэтому сколько бы ни уничтожались мирного населения его страны, ему будет наплевать. Ему плевать на мясо, на вооруженные силы Российской Федерации, ему плевать на всех. И мы делаем эти выводы из его действий, из его заявлений. И Россия страшная страна, вы прекрасно это все знаете, друзья. Ставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал «Дашь счастливая». Здесь мы разбираем российскую пропаганду и показываем реалии нашего врага. Будьте на светлой стороне света, поддержите Украину, будьте с нами. Ставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая». У нас уже больше 300 тысяч, мы доверимся к полумиллионам. И с вами, надеюсь, мы это сделаем. И напишите в комментариях географию просмотров, из какого города, из какой страны вы нас смотрите. А также несколько теплых слов в поддержку Украины. Друзья, слава ВСУ, героям слава, слава Збройным силам Украины. Украина обовязково переможе. Дякуем, что вы с нами. Будьте на светлой стороне.